Я на него не похожа? А вы как сами думаете? Характер у меня папин. Взрывной. Но быстро отходит. Я очень не люблю, когда врут, когда неправильно говорят. Очень не люблю. Пусть будет хуже, но я все равно говорю. Пусть мне будет 10 раз плохо. Но я все равно скажу правду. Он же был из бедной семьи. Он был, как старший, братья его погиб первую германскую. Он как бы старший остался, а всего их было 5 сыновей и одна дочь у бабушки. И он был гармонист. Вот она вспоминала его, что самый парень на деревне был, самый такой бойкий. Он защищал очень бедных. Например, я знаю, что он его сначала избил. Его даже как бы арестовывали. Он избил священника, потому что он там что-то бедных в этой школе очень обидел. И вот они там, какая-то группа ребят, избили этого священника. И вот их забрали, всех этих парней. Потом их отпустили. Он вступил в партию очень рано, в 17, что ли, лет, в 16 ли. И как потом что-то из партии его исключали, там он был не согласен с ТЭПом. Это вот мама все рассказывала мне, вот что-то так было все. Мамины родители не хотели, чтобы папа, чтобы мама вышла за папу замуж. Ну, папа был, как говорится, первый парень по деревне. И она его очень любила, видимо, потому что она собрала узелок. И ее не пускали, ее запирали в горнице. Забирали, запирали ее в комнате, чтобы она не ходила на улицу, не выходила. Чтобы с ним не встречалась. Вот, и она собрала узелок и спустилась со второго этажа на первый этаж. И он ее увел к себе домой. А утром пришли они все, дядюшки, тетушкины, тетушки мамины. И забрали ее обратно. Она снова опять скрылась от них. И снова опять забрали. И тогда уже некуда было деваться. И они пришли, когда снова, они уже, знаешь, сидят за столом. И папа тогда встал и сказал, забирайте, если хотите. Но сейчас она моя. Но так вот им сказал, как дал им понять, что вроде того, что они же переспали, как по-нашему сказать. Вот, конечно, этого не было, говорят, как говорила бабушка. Но все равно они, как это, они побоялись, повернулись, плюнули или ушли. И тогда, значит, решили уже помогать свадьбу делать. И вот свадьбу. А бабушка всегда рассказывает, они думали, что у нас вообще уже ничего нет. А они наняли там кого-то, поехали в Ирбит. Накупили всего орехи там раньше. Что было, как раньше свадьбу справляли. И справили свадьбу туне хуже, чем богатые. И это самое, и с той поры, в общем, они стали признавать зятя. А потом, когда папа уже стал как-то представителем колхоза, вообще вся родня вроде бы, и стал и папа хороший. Работал он все время на этой, на этом партийной работе. Как партия, куда пошлет, туда и шел. Он сразу пошел, он же первый председатель был, сам создавал колхоз в нашей деревне. Сам был председателем тут, первым председателем. Он много работал, и все, председателем колхоза, председателем совхоза, председателем МТС, машино-тракторной станции. А когда его, когда почему-то написано вот там, вот там написано, что он безработный был. Потому что его, как бы, уже стали преследовать, когда я, вон, было партийный актив, видимо, и он выступил против военкома, военкома, нашего военкома. И он, когда пришел домой, сразу сказал, что готовь сухари, Глюба. Он все равно мне не простит то, что я выступил против него. Я все равно посадят. И вот его посадили. Это было ночью, в 11 часов вечера. Подъехал воронок. Ну, машина. И он тогда увидел и сразу сказал, что все, за мной приехали. И вот это как бабушка, как говорила. И зашли сразу трое. И забрали его, сказали, собирайся. Все были дома. Вот я только помню, как мы плакали все. Больше я ничего тоже не помню. А то, что они с мамой там прощались, конечно, они плакали оба. Мама от папы тоже плакал. И сказал, что вернусь, а ты не переживай, Глюба. Я вернусь. Через несколько дней я вернусь. Я ни в чем не виновата. И все, и ушел. С этими словами он ушел. Даже мне не дали встать с этого злобчика туда. Ребята подскочили к нему, все заревели. Ну, а же все-таки четверо было. Тяжело, ребята, тяжело. В эту ночь забрали еще одного Соловьева, директора банка. Их во двоих посадили сразу в одну ночь. И в один воронок. И сразу увезли их сюда, в Свердловск. И потом, через несколько дней, вот тетя Наташа, как бы жена вот этого Соловьева и мама, ходили сюда, в тюрьму, пешком. Тогда они, вот они как рассказывали, пешком шли сюда, передать посылочку им. Им сказали, это уже было в мае, якобы приняли посылку и все такое. А когда они выходили оттуда, который на вахте сидит, там мужчина сидел, ну, военный тоже, сказал, напрасно женщине ходите, их уже расстреляли. И все, вот тоже только это знаю. Ну, ни свидания не дали, ничего, в общем, но посылку взяли. Через три дня нас выселили с квартиры. Нас выселили всех. Я вот это помню, как мы стояли, холодно было в мае месяц еще было, но холодно было, какая-то слякоть, дождь. И вот я помню, что мы все стояли на улице, и нам некуда было пойти. В этом Байкале у нас никого не было родственников. Вот, и подошла мамина подружка, как бы вместе они работали на пекарне. Она подошла и говорит, Люба, у меня все равно никого нет. У меня детей нет, никого нет, я живу одна. Но если меня за то, что я вам помогу, меня посадят, по мне плакать некому. И привела нас домой и дала нам полдома своего. И вот мы все в эти полдома, в этом полдома был отдельный ход. Была кухонка маленькая и маленькая комната. И мы все там поселились в этой комнате. Маму сразу уволили с работы, как врага народа. Она пошла работать, пасти коров. Но надо же было с чем-то кормить. Маленький ребенок три месяца, да бабушка еще у нас была. У нас такая семья большая. Она пошла пасти коров. Нас снова убрали оттуда, потому что мы снова враг народа. Она отравит коров, прямо так и говорили. Потом она пошла с частных коров пасти. Снова опять недоверие. И вот тогда мы уехали в деревню. Там дом у бабушки был. Так он стоял дом-то. Никто не жил в нем. А потом, оказывается, там жила женщина, которая держала корову в одной половине. Корову держала в другой половине. Она сама жила. Эту женщину выселили. Ну, как мы попросили, там куда-то в другое место она переехала. А там во второй половине, у нас там папы были двоюродные братья. Они там все высистили, все убрали, пол новый постелили. И мы жили там в этом доме. Сестренка-то умерла, когда только сразу папу забрали, и у мамы пропало молоко. Ей три месяца было, сестре-то всего. Ей пропало молоко, и они ее кормили, ну, как бы в тряпочке с хлебом жирным. Нечем же кормить-то было. Она сосала вот этот, вот этот хлеб сосала. Место, мама-то нет молока, значит, нету, коровы-то нету. Потом она быстро умерла. Или она отродилась этим, или что. Ну, в общем, она, она как бы от голода умерла. Нечем было кормить ее. Она вся опухла. Помню, что мама всегда говорила, Валя-то такая, я стала вся опухшая, вся опухшая. Ну, мне было лет, наверное, уже, наверное, 7-8, наверное, я в школу пошла, наверное. Вот тогда только она мне рассказала, что папа у нас сидит в тюрьме, что папы нету. Ну, вот больше-то я узнала уже, знаете, когда в 41-м году, когда война началась, когда старший брат, младший брат, который учился в Ирбите, в техникум, в педагогическом. Вот он приехал к нам, как бы, на каникулы, что ли, и поехали в военкомат, чтобы добровольцам его, добровольцам пойти в армию. И когда там уже его, как бы, прошел он всю комиссию, и все, уже должны были его забрать. И вот этот военком, байкаловский, был там. Он спросил, вы сын того-то, того-то? Он говорит, да, нам не нужны сыновья врагов народа. И его не взяли, добровольцам. И он приехал, я помню, как мы ехали на телегу, это 20 километров от нашей деревни. И вот мы ехали, и он всю дорогу плакал ехал, что его даже в армию не взяли из-за папы. Почему, что папа такого сделал? Папа всегда был за советскую власть, всегда все было хорошо. И вдруг, это всегда был в партии, и вдруг меня не взяли, что считаете, его врагом народа. И вот он поступил в школу разведчиков, он бросил эту технику, он поступил в школу разведчиков, он ее закончил и ушел на фронт. И его повесили немцы. Вот это я уже очень хорошо помню. А папу мы так и не знали, где он, что он и как. Никто нам не сообщал. Искали, мы писали письма везде, но нам ни ответа не было. А когда мы там стали жить, маму в колхоз не принимали, так как считали, что она враг народа. И она очень долго работала, все как не колхозница. А потом при сайте ее приняли, общим собранием приняли ее в колхоз. А потом уже и меня приняли в колхоз. В 10 лет я уже работала, в 10 лет я боронила на лошадях, копны возила, навоз возила, верхом на лошади. Потом нам не давали дрова, но нам разрешили воровать ночью ходить. Что если вы хотя воруете, как будто мы не знаем, что вы воруете на ферме дрова. Ты отработала, бери, кряш тащи. Вот я таскала с мамой, и тут и дрова. Притащим этот кряш, дома его ночью распилим, уберем дрова. Нам не давали лошадь, чтобы нам дрова привезти. Вот было такое, что раз мы враги народа, мы не колхозники, нам это нельзя было. Даже бабушка, моя родная, по-мамина мама, и то вот даже я приду, когда она шанги стряпает, так она их, сунет мне их под фартук, сунет мне и говорит, беги под речку, под берег, съешь, не показывай никому. Не показывай, не рассказывай, что мы такие голодные, холодные, что нас не, это самое, как бы все презирают, что ли, или как это, не знаю. Не знаю. Но как-то все равно у нас не было такой злости, что ли, и вот меня просили вот то, поспязать там, тому помочь, тому помочь. Я ведь никогда не отказывалась ни в чем. Как-то все шло, вот знаете, что вот нас работать, нас в апреле месяце снимали, со школы я училась хорошо, нас троих снимали со школы, и мы ехали, и шли, помогали уже в колхозе, нас садили на лошадей, потому что мужчин-то не было же совсем. Мама никогда не верила, что его расстреляли, она всегда знала, что он жив, она всегда ездила куда-то к ворожеям, ворожила. Я помню, даже помню один такой, она заходит в дверь и говорит со слезами, бабушка, она свою папину маму, она всю жизнь с нами прожила, как свихровка на всю жизнь, как свихровку свою была бабушкой. Бабушка, что папа, что, Алешка-то дома? Алеша-то дома? А бабушка соскочила, была в кухне, как в кухне отдельно, дом-то на две половины был, она соскочила, бежит туда и говорит, что, Люба, где Алеша, где ты, что ты кричишь? Та поняла, что Алеша пришел домой, вот, и что, это самое, дома все. И вот я вот один момент только помню, она до самого конца не верила. А когда война закончилась, мамин, папин, двоюродный брат, пришел с армией, у него семьи не было. И он, я помню, вот он ее все время сватал, сватал, что придет, и когда вот придет, сидит, сидит, играет со мной, или что-то там со мной разговаривает с кем-то, что-то такое. И всегда говорю, ну, давай, Люба, сойдемся. Она ведь не приняла. Не приняла, нет. Она не вышла больше замуж. Она так и прожила одна с 38 лет. и мужчин-то не было, какая-то война была, что там. День не до войны было, не до этого было, наверное. нас с бабушкой кормить надо было, меня учить надо было. Потом Петя погиб, Александр пришел весь израненный, он пришел слепой, привезли его на дровнях. Так что, не то, чего ей было. Я не помню, чтобы мама в кино ходила, или мама что-то куда-то. Нет, я не помню. Но мама была очень такая, как бы сказать, с юмором. Веселая была женщина, но веселиться-то не за что было. Тяжелая жизнь-то была у нее. Когда папу расстреляли, мы узнали только тогда, когда делали запрос, сначала нам ответили, что он умер от язвы желудка в Перми, а потом, когда уже второе письмо писал, снова розыски писал брат, Александр, старший брат. Тогда, значит, нам отписали, что его расстреляли 14 мая 1938 года. И меня очень удивило то, что вот его допрашивали, три тома таких больших, все время допрашивали, ведь наверняка били, наверняка что-то было. А вот подпись у нее везде как под один-один-один. Мне кажется, все подделанное было. Вот его как бы, то, что он согласился, что он это, как бы, сознался, что он там что-то делал плохое для колхозников и все такое, но мне кажется, это все было подделанное. Его обвиняли в том, что у него было какое-то сотрудничество с анархистами, с белой армией, что якобы белую армию, когда он там был, там помогал им, но он же вообще-то сбежал, всего там только три дня был, что ли, сколько-то там, немного белой армии, они же сбежали оттуда, не знаю. и какой, какой может быть, какие там анархисты, какое там вредительство могли делать те, которые работали всю жизнь на партию. Жили всю жизнь этой идеей только ради партии, ради революции. Ну как? Стали для нас это было, знаете, как бы, выше бога, как говорят раньше, говорили, потому что мы верили это во все, верили в победу, старались все, все это, так что я, и брат у меня, вот он пришел, когда весь израненный, его в райком партии вызвали и сказали, у тебя отец погиб за советскую власть, а ты что не будешь в партии. И он тоже вступил в партию. Я не знаю, в то время как, на чем мы мыслили, но думали, что кто-то другой это все подделал, что ли там, или что-то такое, почему. Кто-то предавал нас другой, что это Сталинку там что-то не знал. Я помню, что вот мама всегда говорила, что это ягода, ягода все это делал, вот это все-то было, что это по наушению его, что это на местах такой перегиб делали, что им было дано такое задание, как мама раньше говорила, было задание, чтобы забрать, только-то забирали. И почему-то забирали вот именно грамотных, более таких, которые разбирали в жизни. Все равно как-то в душе было обидно за папухов, тяжело было, что он всю жизнь положил на это. Ну, знаю, потому что все рассказывали, даже тетушка, которая его сродная сестра, она мне часто говорила, он у нас был самый такой отчаянный парень из всех нас. Он нас везде, на ликпезе, кто-то не учились, они же вели этот кружок и учились. Папа-то закончил всякий, прицерковную школу, мама закончила церковную школу, учили, а беднота-то они совсем ничего не учили. Школы же не было у нас. Они же учили во всех. Ну, знаете, мы к этому как-то не придавали значению всему этому. А вот сейчас уже взрослые думают, надо же вот такое, что-то старались они. учили бедноту, кружки ночью, прятались, да делали, учились. Первый раз я узнала, где мне папа захоронен, это было напечатано в газете. Это было лет, наверное, ну, сколько? 15 назад, 10-15 лет назад, нет, 10 лет-то точно, наверное. Вот, это самое. В газете было напечатано, и напечатаны были фамилии всех, кто погиб там, кто расстрелян там. И я вот на этом, когда его захоронение делали, я там была, была с внуком. И там мы были, как бы, военные, был этот, траурно такое, могилы, все гробы, было пять гробов, где было, значит, все этим красным обделано, и отпевал батюшка, отпевал, а потом музыка, и захороняли, захороняли вот туда, вот это, под эту музыку, захороняли их туда. Вот в этом, первые могилы, где были. Ну, я с ребенком была, так я, конечно, не все тут, конечно, слышала и видела, и не помню, даже сейчас уже ничего. Плакала же, конечно. Когда мне было очень тяжело, когда сначала муж ушел от меня, уже 26 лет нет его, потом пять лет назад ушел, сыночек один-одинственный, конечно, я разговариваю с папой часто, и часто разговариваю. Говорю, был бы ты живой, может, жизнь у меня не так сложилась. Сейчас я зареву. Не буду я больше, не буду, ладно? Я здесь не бываю. Я в комнату захожу только два раза в день, или когда уборку делаю. Не могу заходить, тот сын, я не могу к нему заходить, я могу к папе. А там опять брат, которого повесили. Продолжение следует... Продолжение следует...